Мальчики и девочки, всем привет! От Кэт из городка Вискосфил. Давно это было, когда я выходила с вами на связь из госпиталя. Вот сегодня я опять на своей любимой, любимой работе в госпитале после долгой болезни. Болела я бронхитом. И одна девочка спросила, интересно, чем вас там лечат? Хорошая тематика, хороший вопрос. Лечат антибиотикой. Антибиотики, конечно, здесь не получить без доктора. Сразу, чтобы у тебя не было, ты должна идти к врачу. Но здесь так быть хорошо врачом. У них всегда две версии. Другого диагноза ставить не надо. У них это или вирус, или у них аллергия. Первый раз я пришла к доктору, говорит, доктор, я больная, у меня симптомы, кашель, температура. Он говорит, а это вирус. Прописал мне какие-то антибиотики. Я их пропила, и мне полегчало на некоторое время, потом еще стало хуже. Я пошла второй раз к другому доктору. У нас как бы группа, медицинская группа, где несколько врачей. И я могу выбирать любого из них и ходить к ним. Пришла я ко второму, который был просто свободен в тот день. Он мне посмотрел. Я была в очень печальном состоянии. Он мне сделал тест. Как они делают здесь тест на грипп. Берут такую небольшую ватную палочку. Проводят по слизистым носом. И прямо в офисе они могут сделать тест. Занимает 2-3 минуты. И он пришел и сказал, что у меня нет гриппа. Потом послушал легкие и сказал, что у меня очень запущены тяжелые, как говорится, случаи бронхита. Прописал мне антибиотики. Антибиотики другие, более сильные. И сказал пить 20 дней. Я их пропила 7 дней. И у меня пошла аллергическая реакция. Мне было так плохо, как никогда у меня в жизни не было. У меня была слабость, головокружение. Я чуть не упала в обморок. Потом у меня были проблемы с желудком. И в общем я перестала их принимать. Позвонила доктору. Но с ними так просто на контакт не выйдешь. Надо было оставлять сообщение, чтобы какая-то медсестра мне позвонила. Я им объяснила ситуацию, что у меня пошла аллергическая реакция на антибиотики. И обычно в таких случаях им нужно просто было прописать, сделать электронный prescription на другие лекарства. Ну, тут такая система у них. Мне никто не перезвонил. Я звонила им в пятницу. Ждала до конца дня, не перезвонили. В субботу они тоже работают. В субботу не перезвонили. А сегодня понедельник. Сегодня мне было надо идти на работу. И, как говорится, я затянула поясок, запрыскала всякими прыскалками, лекарства такие, температурки. От кашля приняла и пришла на работу. И вот она я. Так что сейчас сижу на перерыве. Вот у меня мой небольшой перекусончик. Это булочка-курасанчик и конфетка. Конфетка такая вкусная, вкусная, вкусная. Я вам сейчас даже покажу. Это птичье молоко. Шоколадное. Шоколадное птичье молоко. Купила в польском магазине. Просто объедение. А это вот у меня такой медицинский мой телефон. Я хожу здесь с телефоном. Мне поступает звонок с того отдела, где распределяют больных по госпиталю. И мне по телефону говорят имя, медицинский номер больного и на какое отделение этот человек поступил. И я должна туда идти и начинать оформление своего нового пациента. Это вот такие вот у меня сейчас обязанности на данный момент. Но сегодня я пошла на своем компьютере. У нас у каждого здесь на работе есть компьютеры. И проверила. У нас есть веб-сайт, где госпиталь печатает объявления. И также у нас есть сайт. Если у нас открывается какая-то свободная позиция, я могу перевестись со своего отделения на другое, куда-то внутри госпиталя. Я нашла интересное отделение, которое меня заинтересовало. Я оформила, как говорится, всю свою заявку на эту новую позицию. Это также в госпитале, но на другом отделении. Совершенно другая стихия, другое отделение. Пока я говорить не буду, посмотрю, если мне позвонит директор. Мне надо будет встретиться, узнать все детали. Потому что я ни разу на этом отделении не была. Даже не знаю, как оно там работает все. Ну, в общем, меня это заинтересовало. Я хочу перевестись, потому что 12 часов, которые я сейчас работаю, меня просто убивают. Убивают этот график. Я не могу переносить. Я не утренний человек. Я всю жизнь работала в вечерние смены. А сейчас я работаю с 10 утра до практически 11 вечера. Мне это не работает. Мне нужно что-то вечером. Вот поэтому это новое место, где я оформила свою заявку. Будет вечернее. Так что надеюсь, что у меня все получится. Вот такие вот у нас истории в госпитале. Я просто вышла на связь, сказать всем привет. Спасибо, ребята, кто заходит ко мне, кто подписывается, кто пишет мне добрые слова. Мне очень-очень приятно со всеми с вами общаться. Всем хорошего дня. Пока-пока.